Блогер Игорь Кондратьев сообщил, что в Самарской области в наступившем году уже открылась печальная статистика по железнодорожным ДТП. Накануне в поселке Толевый, пишет автор, под колесами состава погибла 16-летняя девушка. Ее хоронили в Белом гробу. Она ездила на учебу из Толевого в город на электричке. Как говорили собравшиеся на похоронах жители поселка, среди которых и много железнодорожников, значительная часть вины за гибель девчонки лежит на заборе. Он плотно закрыл общий вид на дорогу, а местами слишком близко подходит к ЖД-полотну. Блогер Павел Новиков сравнил две центральные улицы – Самарскую Ленинградку и Московский Старый Арбат. Первый раз, пишет автор, мне Арбат очень понравился. В Самаре тогда еще не было полноценной пешеходной улицы. Однако свое мнение о Старом Арбате я поменял в декабре 2012 года. Теперь я уверен, что наша Ленинградская во много раз лучше. Она уютнее, ухоженнее и по ней можно выйти на прекрасную Самарскую набережную – к Волге. Старый Арбат же неуютный, неряшливый, с кривой брусчаткой, с унылыми сетевыми заведениями общепита. И упирается он в некрасивое административное здание за станцией метро Арбатская. Но блогеру и депутату ГУП Думы Михаилу Матвееву не понравилась идея нового российского министра обороны Сергея Шойгу – забыть до конца года в армии про портянки. Они, пишет автор, еще с петровских времен пережили всех реформаторов. «Я лично портянки не мотал, так как служил на флоте и не имел сапог. Однако все опрошенные мной пехотинцы в один голос говорят, что портянка – очень для солдата удобная, дешевая и практичная вещь. Заменить ее ни один носок не сможет. Во всяком случае, в русских климатических условиях», – заключает Матвеев. «Матвеев». Продолжение следует...